Московский ЦСКА в эти минуты проводит третий матч группового турнира Лиги Чемпионов. На пустом стадионе арена Химки армейцы играют против чемпиона Англии Манчестер Сити. На месте событий работает корреспондент LifeNews Кирилл Планкин, с которым мы выходим на прямую связь. Кирилл, приветствую тебя. На сегодняшний матч вход для зрителей запрещен. Наверняка у стадиона есть болельщики, как это было и в матче против Баварии. Как они себя ведут? Да, Дим, приветствую тебя. Ну что ж, как ты абсолютно правильно заметил, сегодня Московский ЦСКА проводит очередной домашний матч в Лиге Чемпионов без зрителей, без поддержки своих собственных болельщиков. Но, несмотря на этот довольно печальный факт для команды Леонида Слуцкого, все-таки самые преданные поклонники Московского ЦСКА приехали сегодня к стадиону арены Химки, где и проходит сама игра. Вот вы можете видеть за моей спиной, опять-таки, как это было и в матче против Баварии, около 100-150 человек собралось возле западной трибуны стадиона и пытаются прямо отсюда поддержать свою команду, докричаться до своих футболистов. Ну это что касается болельщиков ЦСКА, но также интересный момент. Сегодня к стадиону арены Химки приехала и небольшая группа поклонников английского Манчестер-Сити. Им пришлось преодолеть гораздо большее расстояние, ну и вы представляете, конечно, каково их было разочарование, когда они поняли, что на стадион им никак пробраться не получится. Я думаю, что многие наблюдали за этой увлекательной историей болельщиков Манчестер-Сити, которые приехали из Англии. Они собирались здесь арендовать офисное помещение в здании, которое располагается вот совсем рядом со стадионом арены Химки, откуда они, собственно, и хотели посмотреть футбол. Был, было практически уже все решено, они даже договорились с владельцами этого офисного помещения об аренде, готовы были заплатить около 5000 рублей, но, к сожалению, именно сегодня служба правопорядка, московская полиция запретила владельцам офисного помещения сдавать в аренду свое помещение этим болельщикам, объяснив это тем, что это будет небезопасно прежде всего для них самих, для болельщиков Манчестер-Сити. Нам сегодня удалось отыскать этих фанатов, удалось с ними пообщаться, я предлагаю прямо сейчас послушать, что они сказали по этому поводу. Мы приехали из Манчестера, мы пытались попасть на стадион, но не смогли, и вот мы стоим здесь. Мне кажется, очень важно, что ЦСКА был наказан, но не совсем правильно, что это коснулось нас. Мы специально прилетели в Москву, забронировали номер в гостинице, но мы не можем попасть на стадион, и это несправедливо. Мы не должны расплачиваться за чужие ошибки. Мы не пропускаем матчи Манчестер-Сити уже долгие годы. Мы пытались пройти к офисному центру, выяснить ситуацию, мы даже заплатили 500 рублей, но полиция нас не пропустила. Нам очень обидно, что мы приехали посмотреть игру, а все так вышло. Вот мы стоим и думаем, что нам делать дальше. Кирилл, спасибо тебе большое. С нами на связи был Кирилл Планкин, который работает на арене Химки, где в эти минуты проходит матч Лиги Чемпионов между ЦСКА и Манчестер-Сити, и которые болельщики обоих клубов могут посмотреть только по телевизору, между делом счет 0-0. Продолжение следует...